Добрый вечер. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый-добрый день, Владимир Васильевич. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Вы знаете, как закончим говорить, вы мне свой точный адрес внизу, тут прям под скайпом напишите. Хорошо. Хорошо. А вы знаете, я назову фамилию Татьяны Прокопьевны? Зинкевич. Правильно? Зинкевич? Зе, Зе, первый Зина. Зинкевич? Ну я понял, я понял. Честно, не помню, не помню я ее фамилию, потому что уже... У меня там люди есть, которые сейчас начинают разыскивать. Вам сколько лет сейчас? 57-й. А у меня 77-й. Так что вы мне в сыновья годитесь. Вы знаете, вы в моей душе оставили прекрасный... Здравствуйте. Добрый день. Вот сидит человек, который меня практически спас от великой болезни и смерти. Как он меня схватил с работы, тащил, а потом двойную порцию масла, молока давал. Удивительный души человек. Как я хотел его найти, и Бог позволил. Ну мы тоже, как, наверное, месяца полтора-два назад Володя Ситтый говорит, где же Игнатий Тихонович, как он там, чего он там... Часто вспоминал. Часто вспоминал. Ну вот, наверное, все равно Бог свел. Вот Господь так и свел. Видите, у нас какие миссии большие были. Вот мы специально купили газель для этого, и мы живем в Барнауле, а проехали до Владивостока, порт Находка, порт Находка. А потом проехали всю Россию, Турцию, шесть мусульманских республик, и прошли до Лиссабона Португалию, прошли Скандинавию и Прибалтику. Я везде дарил свои 38 книг, у меня вышли из печати. Классно. Мы свидетельствуем о Христе, о Боге. И вот у меня одна книга есть, называется «Для слова Божия нет уз». И там говорится, как я в Жанатасе был. Внутренний мир христианина. Что там было как. Кое-что упущено, просто не хватало документов. А та книга из одних документов практически, где что печатали, говорили, как судили, допрашивали. И за все прославляем Бога. Вы не думаете в наших краях быть как-нибудь? Нет, наверное. Потому что у меня в ваших краях там никого нету, ни родных, ни знакомых, ни близких. А вот... Ну и раз там никто у нас не живет. Я начальник лагеря, создатель лагеря православного, уже 44 года. Так что если ребятишки у вас захотят по-настоящему отдохнуть, по-христиански, купаются они раз в пять в день, то можно к нам приехать будет, мы вас примем. У нас ребятишки... Ребятишки уже выросли мои. А вот она рука, как и бывает, поменьше. Внуки там кто? Это внучка самая младшая. Ну вот так, мы сейчас были в храме, я не видел, чтобы тут у меня включено было, закачивался ролик один. Я вам скину, где наш YouTube, там все. У нас очень большой видеоканал. Я смотрел. Видели, да? Около больше четырех тысяч роликов разных. У нас все направлено к одному. Я смотрел, по Яндексу смотрел, где находится ваш поселок Потеряевка. Действительно Потеряевка. Это первый поселенец был Потеряев, фамилия. По фамилии. Бывает там как-то Шадринск, по фамилии Шадрина. Понятно. Вот такое дело. А вы не знаете, почему лагерь закрыли? Ну, была реформа в уголовно-исполнительной системе. И приняли постановление, что первоходок, у нас же первоходки в основном же были, первоходок не сажать. И лагеря общего режима у нас ликвидировали. Начали первоходок отправлять в колонии-поселения. Вот так вот нас и закрыли. А потом, не знаю, при вас, не при вас, у нас было много декабристов, которые пучу устроили в Казахстане. Вот были враги народа, а сейчас их всех сделали героями. Вот, беспредел в лагере. Ну, и начали жаловаться, жалобы писать. К нам прокуратура приехала и посчитали, что наш лагерь ненужный. Все, его расформировали, кого куда отправили. А вы не знаете, тот капитан, который был для Женаров, как вы говорите, политоотдел, он где находится? Он в Джамбуле. Он в Джамбуле. А вы не могли бы его адрес найти? Он сильно хорошо относился. Я бы ему тоже что-то подарок послал. Ну, не знаю, в принципе, можно попробовать его разыскать. Да, вы ему скажите, по какой причине и почему? Потому что, когда у меня здесь Надежда Васильевна приехала, жена, и она сказала, что моя подруга близкая умерла. Ей было 75 лет. Она 10 дней меня не дождалась только. Ну, умерла, и я очень печалился. И он меня спросил, а что вам нужно? Я говорю, мне нужно место помолиться. И он меня в своем кабинете закрыл. Я там выплакался, помолился. А вы помните, как у нас был обыск в этой, где были локалка-то там, где вы были начальником-то, отдельно, зона в зоне. И обыскивали все. Я пришел, у меня Библии нет, а вы к себе ее все перенесли в сейф, положили. Просфоры мои меня спасали. Это вам Бог так на сердце положил. Видите как? Мы встретились не случайно. Нам Бог дал великое богатство, сокровище духовное. Там у меня были встречи с людьми. Когда до этого приводили, там в Ташкенте эти были, этап-то останавливался. И там сколько преступников, которые обращались, молились. Ну, и здесь были люди у вас-то тоже хорошо относились. Там какой-то казах был, он много знал даже религиозного. Строгости были там какие-то, но меня как-то все это не касалось. Вот у них там было, когда первый месяц, или как называют, пока их приводят в порядок. Карантин, карантин. Карантин, да. Ну, и дежурить на проходной, на той, которая там внутри, в эту зону-то заходить. Там своя зона была. Ну, и никого не пускать. Ну, а приходят там, то друг, то брат заходят. А там подходят, ты что, подло? Я за тебя буду. Ну, и бьют. А я намертво стою, я знаю, что нельзя. А приходят-то дружки тому, которые там, этот, как-то Абанкулов, или как его звать было, который там Женю-то палкой ударил, убил-то. Вот. А я к нему не запускаю. Не помню. Не помните, да? Не помню. Я такого, что у нас кто-то там кого-то убил. Да, он убил его. У меня это написано в книге. Я с ним познакомился с этим Женей хорошо, а он его палкой ударил, и столобил ему череп, и он умер. И потом... А это у нас в лагере было? Да, конечно, в лагере. В локалке там, когда приехал я. Не знаю, не помню я, чтобы у нас кого-то убили в зоне. Да. Вот он его ударил и убил. Его звать Женя, этого парня. Мы с ним познакомились, он рассказывал. Он где-то, ну, украшения снимал. Я, говорит, пистолет спрятанный где-то. Ну, я, говорит, раскаялся во всем этом. А тот что-то на него обиделся, командир отряда-то здоровый такой. Ну, и палкой ударил его, ударил, и, видимо, не один раз. А потом, когда его пришли уже брать-то, он, говорит, под нары залез и прикинулся, что он сумасшедший. Этот, который ударил-то. Так мне сказали. Там я фамилию, он все указывает в книге. Я потому что ввел дневник и вынес оттуда. Он, может быть, умер не сразу в больнице, на другой день. Такое. Но это между делом. Это тоже для жизненной школы мне помогло. Потому что, когда я вернулся, я 17 лет работал в тюрьме здесь, как проповедник. Приходил по камерам. У меня очень хорошие отношения были с прокурором края, он генерал-лейтенант Параскун. Ну, а тут тогда были еще приговоренные к расстрелу. Еще это меморандум, где был этим подписан-то. Ну, и туда никого не пускают. Я сунулся, а начальник тюрьмы, говорит, пока я здесь, вам не бывать там. Ну, я прокурору позвонил, он говорит, ничего, мы сделаем. Я прихожу дня через два, он говорит, все, ход открытый. Я к ним туда заходил. Господь показывал просто удивительные вещи. Вот одна камера, я узнал, у них голодовку объявили. Их там набилось человек 20. Там по шестой ходке были, очень серьезные такие люди. Ну, и начальник, говорит, вот такое дело. Говорит, не знаем, что делать. А почему ОМОН переколотил, там зашел, вызвали. Знаете, фильм «Зона 50 серий», который вышел, «Зона» называется. Ну, я говорю начальнику-то, запустите меня, Анатолий Иванович. Значит, да вы что, вы думаете, что говорите? А помощник там Владимир Николаевич был. Я говорю, ну, походатайствуйте. Я подпишу бумагу, чтобы за меня не отвечать. Он, а что с Господа Бога спрашивать будем? Все-таки я добился, и они меня туда запустили. А сами у дверей стояли там с собаками офицеры. Они страшно обозленные были. А они все знают. Я по радио у них выступал, по рации. Приносил там разные. На Пасху там яйца крашенные приносили. Что могли, то делали. Они когда освободятся, ко мне на дом приходили эти сидельцы-то. Ну, и вот я с ними переговорил там. Побыл мне больше час, может быть. Вечером звонит мне начальник там политодела. Вся камера, говорит, вышла из голодовки. Я такого не слыхал, говорит. А что вы могли им там сказать-то? И для него удивительно. Я, говорит, работаю в этой системе пенсарной-то. Все, говорит, и не видал такого. Я спросил, я говорю, скажите, у вас на свободе есть кто-нибудь, кто вас ждет? Ну, у кого-то есть, у кого-то жена, я ее зарезал за измену. Там вот такие вот. Я говорю, ну, попугайщик, собака хотя бы, кошка. Вам не выйти отсюда. Вы знаете, свирепствует туберкулез. А вы не едите. Какой день? Четвертый день не едите. Это туберкулеза, то, что надо, он хватает. А уже суббота была перед Пасхой. Я говорю, давайте так. Объявляйте пост. Не голодовка, пост. А я сейчас иду сразу представителем, это, как назывался он, тогда не федеральный инспектор, а представитель президента. Я хорошо с ним знаком. И я иду в комитет по правам человека и прокурору края. Я все это напишу и, ну, что-то там надо было еще. Я, правда, везде пошел. Есть люди, которые очень благодарны. Я говорю, я им ничего особенного не сказал. Но для Бога вы сделаете, для Бога. Вы же тоже сидите не за благовидные дела. Попуститесь один день. А остальное вам не сдвинуть. Солженицын говорит, голодовка имеет смысл в тюрьме тогда, когда тебя с воли поддержат. А тут ты хоть загни, сдохни, кому ты нужен. Меньше преступило будет. Да, правильно. Ну, вот. Ну, я и сказал, а родственники там ничего и не знают. Связи-то никакой нет. А я шел по камерам раз в неделю. Раз в месяц проводил занятия со всем персоналом тюремным. Они офицеры там все. Вот. А потом по камерам. А потом я вел три радиопрограммы регулярно по краевому. Но у них там динамиков нет. Я не видел, у меня на завтра 50, кажется, 6 динамиков принесли. Я все в тюрьму. Что было? Одежды там не хватало, мыло. Я иду там ходатайствую перед начальством. У меня везде хорошие отношения были с администрацией краевой, мэр города. Он в десятку лучших мэров ходил в Россию. И везде все спешили помочь. А преступники это знали. И потом не раз встречались в городе. Вот как они относились. Видите как. Тут ничего особенного нет. Я сказал, Христос умер за всех. Христова кровь обыть сильна нечистоту порока. Это идет от вас вина, как запад от востока. Вы поверьте только. В каждую камеру мы Евангелие заносили. У меня иконы были, покупал. Ну, люди-то в таком положении находятся. Глядишь, кто-то и... А Библия-то что? Каждый год тюремное начальство благодарность выписывало. У них ни захвата заложников, ничего не было. Я на лето в лагерь уезжаю, они брали адрес. Если что случится, где вас искать-то? Я у них как затычка был там. А они преступники-то знают, что я каторжанин. Я знаю, о чем думает и говорит. И они уже с собой не лукавят. Ну, правильно, да. Потому что слухи-то ходят. Да, а там без всякой ксивы они друг к другу перестущат. Потому что я два раза сидел здесь в тюрьме. И сохранились связи какие-то с работниками. То есть очень хорошие отношения были. Я 17 лет помогал тюрьме. А потом пришел какой-то приказ, указ никого из гражданских не запускать. Ну, и вместе со всеми нас вымели. Я бы мог добиться, но уже не пошел. У меня с Гуином хорошая отношения с генералом. У нас этот батюшка ходил в церкви. До последнего, пока я там работал, он один раз в неделю посещал, проводил занятия. Вот, хорошо. Люди нуждаются, чтобы вздох чистый сделать. Взглянуть на свет. У нас, видите, община. Собирали деньги, покупали, что требуется, и относили. У меня даже домой некоторые приходили. Он сидел, что-то там приватизировал. Не так, не преступник, не какой-то. С чем-то заниматься. Предприниматель. И некоторые связи по сегодняшний день еще. Хороший предприниматель посадили. Он сидел, сидел, сидел. И выпустили, ничего нет. А в это время я брал с редакции газеты, чистая бумага, которая попадала. А там даже написать не на чем-то. И все это заносили туда. Начальство полностью доверяло. Потому что я ни одного письма ни от кого не брал. Нельзя. Ну, охота передать где-то. Ходотайствовал за некоторых перед прокурором края. Рассматривали дела, сбавляли сроки. А это быстро несется молва. Чуть ли я не тюрьму открыл им. Они любят это. Фантазировать-то. Ну, а после же Натаса долго во Фрунзе находился? Нет, не долго. Дело в том, что у меня же борода была сбрита. А борода, это я был осквернен. У нас по Библии это никак нельзя. Я в храм не ходил, сидел дома. Священники приезжали. А у меня с легкими-то, действительно, бронхи-то были. А пуберкулеза-то не было. Ну, я знаю. Татьяна Провковина вам там фотографию... Да, да, да. Но у меня бронхи-то. Меня 13 дней держали в холодильнике здесь, в тюрьме. И поэтому у меня бронхи как тряпки. Ну, и какие-то советы стали давать. Там какие-то соки выжимать. Там выпаривать. Алой там, чтобы был... Я у матери жил. Там свекольный сок. Это все какая-то такая... Состав такой. И у меня, правда, сразу лицо изменилось. А борода, когда выросла, я стал там в храм ходить. Я не знаю, месяца, наверное, 3 там побыл у родителей. И тогда приехал домой. Только приехал. Сразу в КГБ узнали, что я приехал. Я же... Меня МГБ... По санкции Московского КГБ меня брали-то. Ну, я в курсе, в курсе. Вот. Вот эти приехали... Обычное дело читал. Да. Спрашивает. А где он? Он говорит, да пошел в милицию паспорт получать. А как он вернулся живой? То есть меня отправляли не для того, чтобы я вернулся. Я коснулся самой таинственной темы управления мира евреями. Масонство. У меня документы были. Я... Со всей литературы дореволюционной, зарубежной я работал. Называлось М1-М5. Вот. Но я все увязывал с тем, что... Как по-божески. Не то, что ненависть вызвать или к чему. А отнюдь нет. Мы за евреев молимся, благословляем, чтобы обратились к Богу. Но он говорит, как... На нас сильно, говорит, наверное, сверчает. Она говорит, что он будет сверчать? Он Бога благодарит. Потом мне пришло приглашение в Америку. За меня ООН ходатайствовало. Там было. Ну, тогда-то не помогало. А тут пришлось ехать. Я по Америке много ездил, выступал. По голосу Америки радиостанция. И когда спрашивали, а как вам помешало КГБ? Я говорю, они меня сделали известным. Как бы не они, меня бы здесь не отвезли. И КГБ приезжает сюда, который меня курировал, полковник. Книги у меня покупал. Я говорю, вы верите, что написано? Он говорит, это не то слово. Я участник всего этого. Я там нахожу про себя написано. Николай Михайлович. Вот как. Ну, да. Видите, Бог когда ведет, и я благодарю Бога. У меня опыт, которого могло не быть. Я бы 17 лет в тюрьме не был таким, как меня ждали. Там священник приходит, он сторонний как бы. А у меня конкретная с ними беседа, разговор. Мне дали очень большие права здесь в тюрьме. От прокурора к следователю. Приносили дела самые суровые, там, неоднократное убийство. Я выбирал дела и начинал работать как следователь. В отдельном кабинете ко мне привозят, привозят заключенного. Я с ним беседую. И вот в одном месте идут четверо. Остается один, трое, до суда выходят на свободу. Так они мне говорили, я же освободился, когда суд вел. У меня же конфисковали все. В общем, счет у меня должны были 11 миллиардов. То, что у меня конфисковано-то было. Но 11 лет шел суд, и я его выиграл. Выиграл одну двухсотую часть. А нет. И этого хватило, вот я где живу, 13 соток земля и два дома. В частном порядке. В одном мы молимся. Это 226 квадратных метров. Это как с неба дар мне дал Господь. И когда рассчитывается, уже выиграл суд-то, а рассчитывается нечем. А сделали так, КГБ в стороне, а ответственная передо мной городская администрация. Видите, как они сумели так повернуть? Ну, городская администрация, а денег нет, уплачивать. Я тогда пошел. Мэр города, мы очень близкие были с ним. Я говорю, нам нужно где-то молиться. Ну, сразу тут задвигались. И дали мне напротив краевого суда, прямо рядом. А другое место выбрать напротив тюрьмы. Я говорю, тюрьма это уже каюк. А суд еще неопределенно. Буду я здесь, слышу. Вот где сейчас нахожусь. Это бывшее здание Освод. Спасение на водах. Целая история. Приехал сюда мэр города. С краевой газеты фотограф. Все сняли. Это все в книге. Для слова Божьего нет. Написано. Когда вы получите, посчитайте. Там фотографии и все. Вот книга, которую я вам пришлю. Это Новый Завет. Вторая часть Библии. С полным толкованием. Православных отцов. И за две тысячи лет такого никто не выпускал. Мы взяли самого лучшего иллюстратора Библии. Юстава Дары. 240 картин и сами в интернетной версии раскрасили. Компьютерные. И все эти 240 иллюстрации в трех томах. У меня каждая книга 752 страницы. Это не брошюры. Видели эти книги в библиотеке у Путина. То есть я дарил Королевские библиотеки, Великобритания, Дания. Все проехали. Испания, Германия, Франция. Где только могли. Я проезжал во все национальные библиотеки, дарил книги. Где-то примерно 600 городов проехали за 4 года. Вот все. То есть у нас книжки не в уголке проходило. Вот так вот взял. Вы мне сразу сейчас... А, ваш адрес внизу, чтобы напишите. Напишу, напишу. Телефон, индекс и все остальное. Вот так. И когда вам книги понравятся эти, посмотрите. Если вы сочтете, что вам нужны другие, тогда пришлю другие. Пока 5 книг пошлю. Где про меня написано? Ну, вы же на тассе были. Я, может, там не упоминал даже. Я там не знал. Именно можно нет упоминать в то время-то. Они держали. И поэтому я никого старался не упоминать. Только, кажется, до Лудбаева-то рора вспоминал. И как он один раз по руке стукнул. Я помню, как он вам обещал голову полить. Кислотой. Он крутой мужик-то. Мы сидели там как раз в политоотделе. Этот Кудейринополь или Кудеяров, как этот был-то. Вот. И он вот так вот мне... Не крестись. Я сижу вот так перекрестился у него в кабинете там. А он вот так вот ударил и вскользко. А тот ему что-то загорготал. И он сразу... Да нет, это я так, просто так. И он сказал ему, что у меня там стояла черта, КГБ ведет меня. И поэтому не трожьте. А мне КГБ сказала, наш знак стоял. Могли мы и по-другому сделать. Но они видели, что я покорно иду, исполняю все. И он сразу начинал. Вы по-славянски считаете. Я уж не стал ничего говорить. Не здорово. Как будто вы пообщались светло и весело. Особенно тоскливо было, когда утром на разнарядки выходят. Дует сопок. Ветер такой холодный. Начальство где-то там за стенкой жмется. И ты стоишь. К столовой прийти, снять шапки. Вы знаете, как меня когда освобождали, то у них было. Я сижу в столовой. Было так, что когда раздают на стол, то 10 человек-то. С той стороны я сижу рядом. А рядом это прям с коридором, по которому идут. Это между столами-то. Ну и мне надо помолиться. Я 7 поклонов делал. Я мешаю. А кто рядом сидит, тому, когда раздают. И бывает остаток поварешку, они мне все додавали. Я-то на другой конец. А на другой конец-то кто там подаст. Но там никого больше нету. Стенка. Я мог 7 поклонов сделать. Но они заключенные. Кто с кастрюлью сидит. Мне все равно в поварешке давали дополнительную одну. И вот когда я сидел, и в это время принесли газету и показывают, что статья 70 и 190 прим у КРСФСР, помилование. Не амнистия, а помилование. Помилование по указу президиума Верховного Совета СССР. Но ее эту статью убрали из Уголовного кодекса. Она убрали, ее нету. Я кричу, не надо второго, я иду на свободу. Второго не надо. Ну и когда уже пришло тут дня два, прибежал дежурный оттуда. Он как меня быстро-быстро собирается. Я успел кое-что там раздать только. Что у меня было. Потому что бумага пришла освободить немедленно. Немедленно, там к трем, кажется, часам. И они прям вытолкнули меня. После обеда, да. А вы не знаете, какой офицер ко мне был представлен везти меня? Я отвозил вас на вокзал, сажал на автобус. О! А то вы и отвозили? Да. Ответил, что... Вы еще поехали в этой зэковской робе. Даже бирку не сняли с груди. Я вам говорил, снимите бирку. Нет. Я приеду, повешаю и буду гордиться этой одеждой. А я говорю, меня в ней похороните. Похороните. Это моя награда перед Богом. Но я сказал, что я не пойду, пока не зайду к начальнику лагеря Бахаеву. Но я зашел, ему сказал, что я буду писать в Центральный комитет, Генеральную прокуратуру обо всем, что здесь делается. Я знал очень много. Он говорит, ну, пишите. Он ничего больше не сказал. И я написал. А что он сейчас скажет? Да. Ну, какие дела и как, что было. Может, поэтому и закрыли лагерь. Может быть. Мне сказали, позвонили потом, кажется, оттуда и сказали. Была комиссия по вашему письму. Но я написал подробно. Там видно было, с ссылкой на статьи, которые нарушались. И очень серьезное письмо было. Вот так. А вы помните, как я у вас в кабинете был, а там один заключенный. Ну, они между собой подрались. А им нужно, чтобы не записали туда, иначе его УДО не будет ему. И они у вас упрашивают, Владимир Васильевич, накажи меня сам, только не записывай туда. А вы, чего ж, вас не видно, вы добрый такой. Ну, а вы учили их. У вас какой-то шланг был, я не знаю. От стиральной машины или от чего? Ну, здорово. Да, это высокого давления от тракторов. А у вас какой рост? Рост какой у вас сантиметра? 184. Ну, вот вы здоровый, такой у вас размах крепкий-то. Ну, и они больше 10, кажется, не выдерживали. Но вы крепко наказали. А я с вами остался, я говорю, вы меня в наручники посадите. Я никогда не ходил. А вы мне говорите, это нельзя, это только наказание. Это увидят меня, накажут тогда. Ну, я говорю, ну, накажите меня этим шлангом-то. Да за что, да как. Я вас убедил. Ну, раздевайся. Я разделся. Вы встали, ноги шире плеч. И как мне врезать, знаете, как кипятком обожгло. Ну, вы немного там, раз за три меня. Ну, простите, сами просили. Я просил не раз, я вам очень благодарен. Мне нужно, я знал, что буду писать об этом, мне нужно было ощутить это все. Видите, как это все вспоминается, как теперь-то, знаете, как вот розы растут, далеко запах слышно, а шипов-то не видать. Значит, забыли, что я вас освобождал, да? Вот я не знал, кто. Я знаю, кто. А именно, что именно вы-то, у меня это из памяти и выветрилось. Я же вас вывез на автовокзал, посадил на автобус. Да. И отправил в Бишкек, во Фрунзе тогда еще, по-моему. Вам было указание меня до вокзала отправить? Да. Я говорю, не надо, я уеду, а вы говорите, нет, это указ такой. Дело в том, что у нас был офицер по освобождению, но обычно освобождали утром рано, чтобы отправить из Жанатаса поездом. А поезд из Жанатаса уходил, по-моему, без 15-12 днем. Иди сюда. А вас освободили уже после трех. Да. Вот поэтому я вас, меня начальник вызвал, сказал, твой Лапкин, я говорю, мой. Вот, езжай, освобождаю его. А вы что, всех заключенных провожаете, или это льгота какая-то мне была? У нас есть штатный офицер по освобождению. У него в обязанности входит проводить осужденного до поезда, взять ему билет и посадить в поезд. Ага, иначе он деньги-то свои здесь пропьет и останется у вас снова служить в зоне. А так как вы освободились не в то время, когда положено освобождать, поэтому сопровождал я. А знаете, строгий какой указ? Вот указали меня, допустим, до трех часов вытолкнуть из зоны. Как они бегали все. Вот дисциплина. Мне понравилось это. Потому что в бумаге было сказано освободить немедленно. Вот оно какое дело. Поэтому как только бумагу наша спецчасть получила, все, меня начальник вызвал, сказал, Лапкин твой, у тебя в отряде. Я говорю, у меня. Все, готовы вы на освобождение. Пока спецчасть там выписывала эту бумажку об освобождении, справку, по которой из зоны-то солдаты выпускают. Да, да. Вот как. Я помню, послали картошку чистить там. А там уже что-то знали. Подошли, а зэки же там на все. Им как-то, говорит, за большую цену это, чтобы в столовой-то устроить это. Домашнее там кто-то платит кому-то. По протеже. Ну, они подошли, а картошка такая мелкая, помню, была. Так, отец, иди сюда. Я говорю, да картошку чистить. Почистят кому? Срок длинный-то. Расскажи нам о Боге. Эти, которые кухонные работники-то. Ну, и я разговаривал с ними там, что свидетельствовал о Христе, о спасении, об Евангелии. Но они нас всех там, которые были, накормили. У них, видимо, что-то остается. Не, ну, тогда уже Натаси в столовой хорошо кормили. Ну. Да. А у нас, у нас в туботряде осужденный один со стороны приходил и пайки воровал. Помните такой момент? Да. А один был такой, его за какие-то такие социальные действия, говорит, ничего не было, он под себя мочился еще. У вас был один такой. Здоровый такой парень, и будто бы он с девчонкой еще там был, но ничего не сделал с малолеткой. Но его посадили. А который на втором этаже сидит на шконке-то, такие здоровых белых шеи сидит и на нижнем кидает. Вот. А потом один какой-то подходил ко мне, а он куда-то пошел и надел фуфайку не свою, с другой надписью. Ну, его там поймали и щенками лопата поколотили. И он пришел, говорит, ох, отец Игнатий, сильно бьют. Вот. А потом им наказали, чтобы ко мне никто не подходил. Это еще когда не у вас было, а там было-то. Это пока вы меня оттуда не вытащили. Что с ним не разговаривать. А я с ним разговаривал. Его вызвали и отдубасили. Я говорю, за что? За то, что с вами разговаривал. Я могу, мне запрета не было, я могу с любым разговаривать. А чтобы ко мне подходили, этого нельзя. Потому что вы были единственным политически в лагере. Да. А у вас зона-то была вся вязаная. Меня сразу спросили в том отряде, третий отряд, кажется, был. Вы будете? Я говорю, нет. Я говорю, мне по религиозным убеждениям этого нельзя делать. Я не могу ни доносить, ни чего. Другая эпоха. И мы встретились. Да. Вот считай, с 87-го года, это там 13, да здесь 15. 28 лет. Ясно, что многое изменилось. А наши из Киргизии уехали. Отец там остался на кладбище. Мама приехала сюда, деревню начали строить в 91-м году. Получили статус. Это было трудно. В России уничтожено 21 тысяча поселений. Сел. Это разрушение государства. А на мы получили свою родную сестру землю. И помаленьку, помаленьку начали. Сначала лопатой копали, потом трактора появились. Земли получили. Теперь фермер там есть. Открыли свою школу. Все сами, без помощи государства. Вот я начальник детского лагеря, 44 года. Основатель его. 44. Это тысячи детей отдохнуло. Лагерь необыкновенный. Могут пребывать и родители, и бабушки с дедушками, которые знаем. И за 44 года ни рубля государство нам не дало. Мы все самостоятельно делали. Это чего-то стоит? Ребенок, если наркоманит, за месяц его уже не узнаешь, какой он делается. Приезжают тут. Услышали в Англии. Директор Кэстонского института прилетела через Останкино. Ксения Дэннон. Увидеть, как можно. Профессор психологии, там разные депутаты приезжали. С Бразилии, с Аберики. Приезжали в гости, что ли, к вам? Ну, а не посмотреть. И нашли, говорит, главная движущая сила лагеря, Тирея, с большой буквы, любовь. Вот я говорю, может, к вам летом в гости приехать? Да. Знаете, у вас какое будет разнообразие. У нас из Казахстана, я вам могу сказать, чтобы вы к ним присоединились. Дайте адрес, телефон, они живут в Казахстане. Они приезжают каждый год к нам с ребятичек. Откуда вы? От Гляна. С Павлодара, наверное. Валерий, сейчас я спрошу Володю. Как? Житый гора как-то так вот. Житый гора как-то вот так вот. Я тоже не помню. Житый гора? Да, да. Есть такой. Ну вот я тогда вам телефон дам, все, и подцепиться, и вместе можно будет приехать. Можно и на своей машине, еще проще. У вас машина-то есть? Есть. Ну вот ее на машину, своих там возьмите. Я в 12-м году на машине ездил в Москву, в Сочи. У меня один интимный вопрос к вам. Вы курить бросили, нет? Нет. Ах, грешник. А вы помните, вы стояли, когда стояли, у вас там как выходишь, из этой рентген-то у них был. И так как бы крышка над ними. Вы закурили, а заключенный стоит рядом с вами. Вы ему подаете, да нет, я не буду. А вы, говорите, что, за подло считаете? Ну не помню такого. Ну я-то помню. Она считает, как это, у мента, братья и прочее. Ну и свой там кодекс. Да, никогда они не отказывались. Если дают, почему бы не закурить? Ну да. И больше на халяву. Видите, вы-то из этого ряда милиции-то выходили. Вы другой, вы как-то, как-то по-семейному, можно сказать, у вас все было. А как вы меня выдернули из промзоны? А бригадир кричит, куда лапкин? А вы меня за руку не останавливаете, не оглядываете. И меня тащите быстрее, быстрее. Скорее только к себе в железную зону туда завести-то. Вы меня вырвали буквально, вырвали оттуда. А как раз пост кончился. Вы мне двойную порцию масла, двойную молока. А как обыск какой-то что-то был, вы мне говорите, с той стороны здания зайдите там, посидите маленько. Вы меня вообще выручили, не знаю как. Я другим все рассказываю. Я говорю, видите как, Бог везде находит верных Ему людей, как Корнилий сотник, написанных в Деяниях Апостолов. Вы меня не знали, еще бы вы так были расположены. А то же Бог так расположил. Видите, и с супругой вы там говорили, и она старалась на глазах-то не попасть, а смотрела, кто куда пойдет. Вот, Татьяна Прокопьевна, она забыла, заходила. Видите, Бог так делает. У меня мысли-то такие. Вот, вы знаете, что сейчас это борется? Россия-то бомбит, там в Сирии-то ИГИЛ. Конечно. Вот, и я написал президенту Российской Федерации Путину, патриарху, что походатайствовали, помогли мне проникнуть через Турцию в ИГИЛ. Ну, все понимают, что оттуда уже не вернуться. Но у меня есть своя программа, не нарушая ничего. Я им показал, что более подходящие кандидатуры не найти. Во-первых, возраст, я не террорист. Во-вторых, я знаю Коран. У меня книга одна выпущена, Коран, разбирая послушки. А этот турецкий, сирийский язык вы учили уже? Так я все учил-то бы его. Я ему не занимался. Вот. Но дело в том, что я был бы переводчиком. На самой передовой хотел быть. Выделили бы комнату, где я мог бы молиться, обеседовать, когда они сами пожелают. Даже по-арабски сейчас переписывались с ними. Но ответ пришел от Министерства иностранных дел, поблагодарили. Но дальше не пошло. Я решил тогда через Рамзана Кадыра. У меня от него благодарность есть. Мы в шести мусульманских республиках были. В мечети были. Умлы дома ночевали. У меня дед с мусульманами возился все. Они заезжали к нему через деревню. И у него как постоял и двор для мусульман был. То есть у меня есть что сказать. И я не враг. Они это увидели бы. Но пока вот так затормозилось все. Бог знает. Мне жалко всех. И тех, которых они режут, христиан, и тех, кто режет. Я христианин, не могу требовать смерти никому. Вот меня спрашивают. А вот манейки. Как гражданин я за то, чтобы щекотило, был расстрелян. А как христианин я не могу этого сказать. Я могу только молиться. Даже своими... У меня пенсия минимальная. Мне же не давали нигде работы. Только при милиции, в небностной охране. У меня... Если перевести на доллары, 98 долларов в месяц. 6275 рублей, 3 копейки. Ну это минималка. Минималка. Но мне не давали работы. 35 лет стажа у меня. Я же прорабом работал раньше. А как у Веры, у меня нигде нельзя. Учился в мореходке. А потом меня нигде не разрешали. Когда вернулся, ну, железнодорожный отдел милиции, там капитан, не капитан, майор Венс. Он устраивает на работу, кто вернется. Всех устроил, одного меня не может. Куда ни придем, меня везде выбрасывают. Не принимают и все. Ни под каким видом. Он говорит, я такого не видал. Как? Ну куда? Я должен устроить. В одном месте приняли. Через 6 часов выгнали. Я вышел только на работу. А мне трудовую в окно выбросили. Забери и уходи отсюда. Отношение какое было. А когда началась перестройка, более востребованного, чем я, наверное, в стране не было. Во всех воинских частях Алтайский край вызывали, приезжали, хотели самолет зафрахтовать, чтобы летать. Во всех отделах милиции много лет вел занятия. Это 5 отделов, горы, край, УВД. В 5 университетах вел занятия. 3 радиопрограммы, телевидение. Во всех техниках, в десятках школ, на пабликах, заводах, КГБ, прокуратура, в тюрьме. Везде проповедь была. Я уходил темно и приходил темно. Вот такая была востребованность. Тем более у нас был канал налажен, доставать Библии. Мы доставали через Кирпиз. В то время же их не было. Да. А у нас была цена раза в три дешевле церковной, когда они доставали. А мы какой получали? Ну, дорожные расходы только ложили. Вот, допустим, соберутся все прокуроры края. За мной приезжает машина, чтобы перед ними выступил. А тут еще сняли фильмы. Фильмы. Государственные фильмы. Называется один фильм «Причустье». Он на моем сайте. Там есть. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. Второй. Златоуст из Потеряевка. Это мое прозвище. И Потеряевка. Он занял первое место в России. Вот я хотел посмотреть. У меня не открывается. Как говорит? Не открывается у него. Хотел посмотреть. Не открывается. Почему? Не знаю. На сайте эти фильмы можно открывать. Они открываются. Я не знаю, почему не открываются. А их больше нигде и нету. Так мы с порченных материалов-то, с пленок. Режиссер поехал в Москву, Кузнецов. Они говорят, 110 тысяч заплати, дадим копию. Он режиссер, а ему не дали. Вот и возьми. Поэтому у нас такое слабенькое. А когда я вернулся, ну и дальше пришлось оцифровывать златоуста. 50 книг, которые у меня были уже насчитаны. Архипелаг, ГУЛАГ и Библия я уже на компьютер насчитал. Они стоят на нашем сайте. Она в интернете только заряди. На нас сильные гонения, клеветы там идут какие-то, а мы работаем. Это ничего не значит. Клевет нет на того, кто не работает. Почитать, что о Путине говорят, что о Назарбаеве. Да, да, да. Если говорит, Христос говорит, если о вас все будут говорить хорошо, Павел говорит, то вы несчастные всех человеков. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Это наша участь. Мы должны просто Бога благодарить за то, что Он нам дал. Ну, насчет поездки-то вы посерьезнее отнеситесь. Прямо начинайте готовиться. Я вам адреса выше там, на наши люди где есть. Я не пойму, мой образ-то где здесь исчезли, Володя. А, фотография моя исчезла. Так, вот она где нашел, вон она где, в уголке. Вам хорошо меня видно? Да. Ну, вот видите, у меня своего-то ничего нету. Все, что у меня есть, и компьютер, и платят, это кто-то платит. У меня ничего нету, совершенно нету. Это моя такая жизнь, которая мне нравится. Вот знаете, я как-то захожу один раз в Краевой суд, а там у них какой-то сабантующий день рождения справляет. Краевой судья, генерал-майор, прокурор края, генерал-лейтенант, мэр города, это еще юстиция, тоже генерал-лейтенант. Меня застол, а мы, говорит, только сейчас о вас разговаривали. Я говорю, что более счастливого человека не знаем. Я говорю, а как вы узнали? Очень просто. Вы, говорит, делаете то, что вам нравится. А у меня дела, которые, говорит, мне ни век не нужны эти преступники. А я хоть с преступниками, я же печник, 40 лет пищи делал на стройке-то. Я неукротимый был в работе. У меня все время выработка 280-300% была. Мне все нравится. В саже быть, в человеку тепло, я доволен. Видите как? Я когда вернулся, вот в этом году уже, когда у меня все книги вышли, я перестал издавать их. 9 лет я сидел за компьютером. Ну, 38 томов. Провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Представляете, что это было? Ну, и от этого, когда отошел, теперь стал искать, кто мне добро делал-то. И нынче всех нашел. Директоров. Ну, все, директора. Кто помогал детскому лагерю. Кто-то нас создал. Кто-то шланги. Кто-то палатки. Вот. И всем отвез, подарил по 5 книг. И все это в интернете выставлено. Некоторые приезжали ко мне сюда. Это, ну, знаете, есть поговорка, говорит, ласковый теленок двух маток сосет. А когда пущите человеку угодный Богу, он, говорит, и врагов его помиряет с ним. Ко мне приехал судья, который меня осудил. Макаров Владимир Александрович. Вы, наверное, проклинаете нас и детей. Я говорю, еще чего. Мы за вас молились, чтобы у вас благо было. Нам написано, молитесь за враждующих. Только он у меня книги купил. Приехал. Это Бог так делает. Я даже где-то был в Кемерово, где у меня, ну, как называется, судебная экспертиза. И как там было, что написано, у меня все там описано в этой книге. И я туда съездил. И в Хабаровске, где держали. И туда поехал. Старался всех найти и всем подарки сделать книгами. Да, счастливый человек. Да, тут как-то Струщков Александр, незнакомый профессор. Он шолоховед по Шолохову. И слышу, познакомились только, он мои дела-то когда вник, ну, и другим, говорит, я, говорит, встретил человека, говорит, счастливее его, говорит, не встречал. У меня всегда радость. Новые люди приходят, каются. Преступник стал на истинный путь. Там разведенные сошлись. Я же проповедую. В университетах везде вел занятия. Я вижу результаты. Это результат Духа Святого. Это не наша работа. Про ректора, ректора, профессора. И все приглашают выступать. О, вы ушли куда-то у меня. Нет, я повернул просто. Детки. Здравствуйте. Добрый день. Это два младших сыночка у меня. О, это счастливый для меня день, что я вас нашел. Это родился уже после того, как вы уехали с 90-го года. А это младшенький самый, вообще с 2002-го. Нет, это мой младший. Вот, вот. Вот, берите ребятишек в лагерь. А это? Вам понравится. С 90-го года. Двое у меня детей живут в России. А это 25 лет. А это моя дочь. Вот, видишь, какая кошка тут ко мне подошла. Смотри. А, у нас тоже рыжий есть такой. Иди, рыжий, гуляй. Ну, ладно. Владимир Васильевич, вы это пометьте. Сейчас мне адрес скинете, а я вам скину кое-какие данные. И тогда адреса постепенно я вам скину. Вы только смотрите под скайпом. Заходите в мой мир, особенно удобно. Я данные сказал. Вы держите скайп. Когда у вас будет нужда какая-то, в духовном плане, в телесном-то от меня помощи никакой нету, то, знаете, вам есть куда обратиться. Хорошо. Знаете, которые меня судили, судья, который политодел в тюрьме был, когда у меня презентация книг была, вышло 8 книг-то, и они в университет пришли, эти люди. Все улыбаются, все здороваются, все про них в книге там написал, я где можно было. Почему? Потому что, ну, Бог так сделал, что я вернулся живой. Когда меня в первый раз посадили, один и говорит, вот тебе тут семинария будет, а второй раз посадили, когда тебе академия будет. Это наша жизнь. Ну, биография, конечно, непростая. А так бы прожил, никто и слухом не слышал. Но нам есть, что было сказать. Мы же с вами сколько беседовали в кабинете у вас. С вами всегда было интересно беседовать. Вот Господь так сделал. А у вас фамилия-то как происходит? Я хотел тогда еще узнать. Ну, видимо, кто-то в предках был словак. Поэтому так фамилия и осталась. А мою фамилию никто не догадается как. Тетка знала. А искать по всему Казахстану. Вот они, все словаки здесь сидят перед вами. По всему Казахстану. Больше нету? Нету больше. Вот как. Значит, вас можно найти в интернете, будет легко. Но я нигде не бываю. Не вконтакте, там модераторы работают. У нас большой YouTube, большой сайт, большой форум. Там все мои книги. Начитано 50 книг почти, которые там в аудио. Можно скачать и ехать дорогой слушать. И Библия, Златоусы, Жития Святых. То есть очень-очень богатый материал у нас. Вы когда ознакомитесь, примите что-то себе. Там худому не научат. Ну, благодарю вас, что откликнулись. Мне очень радостно. Ну, а дальше что? Я могу предложить только летом. С 7-го... У нас какой? С 10-го июня лагерь. С 10-го июня примерно. Но курить у нас нельзя. Даже в деревне. Так что имейте в виду это. Вот буду за пределы деревни выходить. Да. А за эту, когда уходят, там не видно. У нас эти корреспонденты, когда приезжают, они выходят там отдельно. Нынче бульдозер был. Помогли мы. Три пруда восстанавливали дорогу. Страшно дорогое удовольствие. За одну только щебенку. 270 метров. 235 тысяч пришлось отдать. Ну, охота была сделать, чтобы выезд был хороший. Ну, и потрудились ребята. Три пруда. Сливы делали. Мы там с потемок до потемок. Я люблю это дело. С ребятишками. Вот, если приедете, вы увидите все своими глазами. А приедете, как раз, уже будет молостное. У нас там и молочное, и сливки, и все есть. Не купленное, никакое попало. Настоящее. У нас тоже? А у вас что? Скотина какая-то есть? Не у меня, а у Сватов. А, у Сватов. Ну, это хорошо. Так что мы тоже, мы пьем молочко домашнее. Ну, вас там не гонят русских-то? Да, нет. Ну, я недавно смотрел День Победы. Назарбаев как справлял, и там как он едет, как счастье дают, самолеты летят. Ну, здорово поставлено. Ролик такой есть большой. Я знаю, смотрел. Я его от корки до корки просмотрел. Там видно и русских много отдельно, там какие-то десантники. Вот так. Ну, что? У нас тоже достаточно. Да. С Богом. Ладненько. Спаси Христос. С воскресением Христовым. Вот как Бог позволил встретиться. Бог знает, что мне надо. Я почти последних. Осталось Татьянушку найти только и все. Ну, Жанатасе, если поинтересоваться. А так... Наверное, кто едет. Я вам показываю. Я знаю, что она... Последний раз я ее видел в девяностом году. Она работала в Жанатасской городской больнице. Врачом-рентгенологом. Вот так. В Жанатасе. В Жанатасе в городской больнице. Понятно. Тототот сделай, тототот. Не, ну, сейчас я проверю, как. Ой, гад. Привет. Мне один говорит, ты в Жанатасе-то был? Я говорю, был. А ты, говорит, наоборот, прочитай, говорит. Сатана. Сатана, брат, Жанатас. Считай, говорит, Сатана получается. Не может быть. Вот именно так. Сатана и буква Ж сзади. Прямо Сатана. А я не видел, это мне дни, дня три назад один там моряк написал. И говорит, прочитай сначала, говорит, что там такое. Я говорю, ну, Сатана мучил. Ну, Жанатас переводится Новый Камень. Ну да, прям. А Павловский-то слова получились как. Новый Камень. Ну ладно. Все, с Богом. Отходите. С Богом. Сейчас я отнесу вам... До свидания. Низкий поклон вам. Меня спасли. Вы для меня не просто человек, а я за вас молюсь, чтобы Господь принял вас в Царство Небесное. Чтобы дал вам истинную и чистую веру православную. Слава Туству. Ладно. Сейчас я...